Хорошо. Сегодня мы поговорим про книгу Руд и как она связана с царем Давидом. Эта лекция немножко перекрывается с предыдущей лекцией, когда мы говорили про гумно, но я думаю, что ничего страшного. У нас книга «Только что прошел праздник Шивот», мы читаем книгу Руд, это очень женская книга, и она немножко перекликается с книгой Эстер и с историей Тамары. Во всех трех историях главная героиня – женщина, и перед ней встается типичная женская задача – обратить на себя внимание мужчин. И книга Руд подробно это рассказывает. И, казалось бы, это простая житейская история, но от того, как эти три женщины эту задачу решат, от этого это сильно повлияло на судьбу еврейского народа. То есть, если бы кому-нибудь из них трех не удалось решить эту задачу, то судьба нашего народа могла бы повернуться иначе. Если бы Тамара не обратила на себя внимание иуды, то они родились бы в Пере-Цезерах, и в конце концов, не было бы Давида. А если бы Старни поговорила с Эхашвирошем, то Аманго уничтожил всех евреев. И поэтому нам, как бы, важно в этом разобраться и, может, сделать руки на будущего. Ну, я не имею в виду Монику Левинскую, но все же. Вот, давайте посмотрим на книгу Рут и простым взглядом, о чем там говорится. Вот книга Рут в сухом изложении. Была нормальная, обеспеченная семья в Бетлефеме. Эльмелых, Наоми, два сына. Решили эмигрировать в близлежащий Муав. Переехали, сыновья женились на местных. Потом все трое мужчин скончались, и спектак решил репатриироваться обратно в Израиль, обратно в Бетлефеме. А невесткам сказал оставаться в Муаве. А невестке одна послушная, а другая непослушная. Послушная осталась, а непослушная убедила свекровь, что она не хочет оставаться в Муаве среди мавитян, а хочет присоединиться к евреям. Вот уже вспоминаем похожую историю, как Элизар сватал Ривку, пришел к Лавану и говорил Ривке, хочешь ли ты выйти замуж за моего господина Зайцхака. И Ривка не захотела оставаться со своими, а пошла вместе с Элизаром к евреям за тридевять земли. То есть есть какая-то тяга к этому странному народу. Ну хорошо, вернулись две женщины к Бетлефем, и после крови Наоме возникает естественное желание выдать свою невестку замуж. И нам кажется, что Наоме, эта несчастная женщина, потерявшая мужа, пруд там какие-то колоски собирает. В общем, события развиваются в духе драма Островского беспредельницы. И нам кажется, что вот естественно, то есть каким же жить не оно, что вот она, Наоме хочет найти богатого родственника, чтобы выдать за него замуж свою невесту. Но это впечатление совершенно обманчивое, потому что мы вскоре узнаем, что Наоме, в общем, не бедная женщина, что она землевладелец, у нее есть поле от мужа, от наследства телемелых. В общем, Рут, она не беспредельница, она скорее богатая невеста. Ну, у Островского тоже есть такая драма, богатая невеста. Хорошо. Непонятно, правда, почему им нужно при этом питаться подобными колосками, но такое впечатление, что поле, которое принадлежит Наоме, его, может быть, нельзя выкупить, нужно подождать только три года. Ну, я в этом не очень разбираюсь, но главное то, что Рут не бедная родственница. Вот так. Но ясно, что она чужая. И ее свекровь Наоме понимает, что шансов завести нормальную семью среди евреев у нее нет. В книге Рут рассказывается история Тамары, рассказывается история с восхвалением. И видно, что, судя по всему, Наоме толкает Рут на судьбу Тамары. То есть, каким-то образом свяжи свою судьбу с евреевом, так сказать, а дальше, ну, а дальше как получится. Теперь посмотрим, какая у них была тактика. Сейчас сделаем шеф-скринт. Видно сейчас, да? Да, 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 все видно. Вот, так сказать, мы это уже читали. Вот Наоми говорит Рут, чтобы она пришла к Бозу тайком и поговорить с ним. Повернемся к этому рассказу. Сейчас мне хочется вспомнить, как Тамара вела себя в похожей ситуации. Значит, помните историю Тамары и Иуда. Тамара, она невестка Иуды. Она была жената на двух сыновьях, ничего из этого не получилось. И она все равно хочет каким-то образом прилепиться к семье, к евреям, к семье Иуды. И вот она, так сказать, хочет привлечь внимание Иуды. Она сняла с себя свои одежды вдовы. Нет, снялась. Сняла с себя одежды вдовы, надела другие красивые одежды, села так, чтобы ее было видно. Иуда ее увидел, сложилось у них как-то. И дальше историю мы знаем. Но обратите внимание на ее тактику. Значит, нужно одеться в красивую одежду, сделать так, чтобы мужчина тебя увидел. Теперь мы вспомним еще одну женщину. Эстер. Если мы вспомним, у Эстер была тоже очень похожая задача. Эстер уже замужем за царем Махашвирошу. И ей нужно поговорить с царем с тем, чтобы отменить указ Омана. Значит, как она это делает? Во-первых, красиво одевается. Видите, оделась по-царски. И стало так, чтобы царь ее увидел. Вот царь Хашвироша, вот Стерстай. Чтобы мужчина обратил тебя внимание, нужно хорошо одеться и выбрать правильную позицию, чтобы он тебя увидит. Ну, есть, правда, еще третий ингредиент. Это вот я так из книги, из этих книг узнаю женскую психологию. Значит, мужчину нужно накормить. Значит, с голодным мужчиной дело иметь невозможно. Его нужно сначала накормить и напоить, а потом уже из него нужно веревки ввести. И вот, значит, он, видите, совет Наоми для рот. Умойся, косметику наведи, оденься, сойди на гумну. Ну, не начинай с ним не говорить, пока он не кончится есть и пить. То есть, вот, так сказать, вот такая женская тактика. И Стер, кстати, если вы помните, в чем она попросила, Хашвироша, она попросила, чтобы он пришел к ней на пир. То есть, сначала нужно накормить, а потом уже разговаривать. Ну, и в качестве шутки Тамара же не могла себя открыть, не могла на его дуну накормить. Вот у них и не сложилось. Ну, сейчас мы вернемся к тому, что говорит Наоми, советует руку, как привлечь к себе внимание Боза. Она говорит ему вот что. Ночью он веет ячмень на гумне, так иди к нему, значит. В чем там пуэнто? Мы немножко уже проговорили про это, но я повторю. Значит, гумно – это там, где молотят и веет пшеницу. Это место находится далеко от города, возле поля. Во время жатвы там скапливаются снопы и там хранят пшеницу, пока ее не обмолотят и не привезут в город. Это место, оно, так сказать, излюбленная мишень для воров, для кочевников. То есть эти места грабят, и поэтому мужчины остаются там ночевать. Ну, это открывает, чтобы сторожить это бумно, это открывает, так сказать, возможности для того, чтобы туда стекали женщины легкого поведения. И, видимо, Наоми говорит, Рут, вот ты оденься в такую женщину и иди туда и поговори с Белозой. Значит, видимо, она считает, что так будет безопаснее идти на гумно, все-таки нужно далеко идти от города вечером куда-то в поля. И дальше вроде бы так и получается. Но получается, что тогда репутация у Рута, она безнадежно будет испорчена. И вообще, так сказать, каждый раз, когда мы это все читаем, мне как-то даже неловко становится. Ну, что это такое за совет, так сказать, дочке такое не посоветуешь. Вот так, так сказать, привлекать к себе женихов, ну, не бывает. Но Рашин нам тут спасает и объясняет, что, так сказать, возвращает, как бы, репутацию Рут на место. Он говорит вот что. Обратите внимание, вот что Наоми сказала, а вот что Рут сделала. Значит, написано вроде бы, что Рут сделала все, как ей свекровь сказала. Но мы же помним, как они из Муаба уходили. Значит, Рут, она очень непослушная овечка, у нее есть собственное мнение. Она же спорила с новой. И вот тут она сделала, если мы внимательно прочтем, значит, мы будем понимать, вот на что. Как Наоми говорит Рут, значит, сойди на гумно, а потом, приведи себя в порядок, сойди на гумно. А Рут сделала наоборот. Сначала сошла на гумно, потом сделала так, как ей свекровь сказала. То есть, она как бы пошла на эту гумно, вот как была в той одежде, в которой она была. Так, чтобы никто не подумал, что она женщина легкого поведения. А там уже переоделась. И когда, а когда ушла обратно, то, видимо, переоделась обратно, потому что, смотрите, эту проблему мы хорошо знаем. Вот Тамар тоже, значит, она оделась в одежду, чтобы ее можно было признать за гумноту, а когда уходить, она обережала свою репутацию. Она вот это платье сняла и надела обычное платье. Вот так женщина и должна себя вести. Теперь, значит, здесь, вот это место на иврите, я его не привожу, но уж поверьте на слово, оно изобилует нерегулярностью. Там везде креектив. Это значит, что написано одно, а читать надо другое. То есть, там рассыпаны намеки, что, в общем, это еще тот совет. Например, вот какой. Значит, сейчас. Вот по-русски здесь написано «сойди на гумно». Ну, видите, написано вот как. Наомя говорит Рот, я сойду на гумно. Не ты сойди на гумно, а я сойду на гумно. Это значит, что она как бы понимает, берет как бы всю вину на себя. Мы тоже вспоминаем историю Ривка и Яков, когда Ривка готовит Якова обманом получить благословение. И Яков понимает, что это не здорово. И Ривка ему говорит «не беспокойся, вина на мне». Вот так же Наоми говорит Рот, что вина на мне. Как бы, я сойду с тобой на гумно. Другой момент, когда мы понимаем, что это не так. Соответственно, сойти на гумно. Но гумно, оно обычно высоко находится, оно поднимается. Соответственно, сойти. Участники понимают, что репутация безнадежно страдает. Но, так сказать, вот Рут нашла выход. Она сошла туда, как скромная женщина, и уже приоделась так, как... Ну, там уже приоделась по-человечески. Теперь... Сейчас нет ШР, да? Да. А, сейчас нет ШР, правильно? Нет, сейчас нету, да, конечно. Да. Теперь представим себе... Заднем себе вот такой вопрос. А вот Рут улеглась в изголовье у Боза. И вот он проснулся. И что он должен был подумать? Что Рут подумал, мы знаем. Что Наоми подумал, мы знаем. А что Боз должен был подумать? Как он должен был интерпретировать эту ситуацию? Мудрецы осознают, что такой вопрос важный. И приводят... Понимают, что на этот вопрос надо ответить. Что мог подумать Боз? Вот он просыпается и видит, что у него в ногах фигура. Мудрецы приводят... Говорят вот как. А он подумал, что это дьявол. А что он сделал после этого? Он дотронулся до головы и почувствовал там густые женские волосы. И он понял, что это не дьявол. Потому что, как всем известно, дьявол лысый. Так сказать, вот... Нет, главное, что он лысый. Что у него не может быть волосы. Потому что эта женщина, это может быть... Вот такой медраж приводят бодрецы. Ну, я думаю, что, конечно, дьявол, как мы знаем, вообще понятие дьявола, сатана, это появилось после знакомства с персами. До этого вроде не было. Ну, неважно. Я думаю, что, смотрите, Боз человек опытный. И он житейский опытный. И он понимает, что должен был очистить подставу. Первое, о чем он должен был подумать, это подстава. Что в кустах там сидит, не знаю, фотограф, сейчас предъявит пленку и будет отродоменит. Ну, или два свидетеля. И такое было. Если вы помните историю Шушана и двое старцев в книге Даниэля. Вот это ровно то самое. Вот Боз должен был, по идее, подумать вот это. И этого не произошло. О чем он подумал? Так? Что так сказать? Он подумал о всем хорошем. Он оценил, что род, как бы, что у нее есть склонность. Она его как бы полюбила, что он в этом роде. И мы понимаем, что это совершенно не очевидно. Что могло быть совсем иначе. Что он мог бы увидеть в этом интерес. Он мог увидеть подставу. Он мог увидеть дьявола. Что угодно. Он увидел то, что надо. И вот тут мы можем задуматься, а где же в книге Рут рука Всевышнего. Вот тут нам интересно сравнить с книгой Стэр. Вот сейчас вернемся сюда. В книге Стэр имя Всевышнего употребляется не раз. Возникает вопрос, где мы видим его действие. В книге Рут имя Всевышнего употребляется неимоверное число раз. Но все это, так сказать, прямой речи участник. Они просто упоминают Всевышнего в своих речах. А где его действия, так сказать, где мы видим его руку. Это не очень понятно. Про книгу Стэр это настолько непонятно, что один мой нерелигиозный друг, так сказать, когда на чтении Магилы, так сказать, сказал, ну так все понятно. О чем чтение? О чем говорит книга Стэр? О том, как евреи добились освобождения своей собственной рукой. Ну, примерно, вот такая интерпретация. Но мы знаем, что это, конечно, не так. Что в книге Стэр есть рука Всевышнего. А именно, вот помните, в ту ночь не спалось царю. Помните, Ахашвирош не мог заснуть ночью. Ему читали памятную книгу, нашли там подвиг Мурдыхая. Он решил Мурдыхая наградить. И вот с этого ключевого поворотного момента действие, так сказать, начало, так сказать, меняться лучше. А где похожая ситуация в книге Руд? А вот она. И было в полночь, вздрогнул человек, босс, повернулся, вот женщина. И он понял это правильно. Видите, он не испугался, а улыбнулся. И, так сказать, между ними произошло правильное объяснение. И видно, что, как бы, и там была ночь, и тут было в полночь. И мы вот здесь видим руку Всевышнего, что это, как бы, вроде бы случайность, а вроде бы, так сказать, подстроенная случайность. Но, так сказать, после этого все стало развиваться как надо. Так, теперь, а кроме того, мы еще вспомним, что сейчас дело происходило уже на гумне, а мы уже знаем, что гумно – это место, где повышенное присутствие божественных сил. А кроме того, поговорим еще вот о чем. Видите, «И было в помощь» – «Ваиба Хацеа Лайла». И вот это нам напоминает киют, песню, которую мы поем в песне. Помните? «И было в помощь». Это поется после пасхального креста, пасхальная гадия, когда мы заканчиваем Лайла Сагер и говорим «Ваиба Хацеа Лайла». И вот там много-много событий, которые происходили в помощь. Значит, удивительно, я не буду их все читать. Вот история с Ахашвировшей стороны тут есть, она последняя. А истории Буоза и Ру здесь нет. Хотя, но мы видим, что она должна была бы здесь быть. Потому что это называется «Ваиба Хацеа Лайла». Откуда эта фраза? Это казнь египетских первенцев. И вот ровно эта же фраза есть в Магилат. Вот она, шмотка. «Ваиба Хацеа Лайла Вашем Кикай Бахор Бе Цмик Срая». Вот ровно эта же фраза есть в Магилат Ру. «Ваиба Хацеа Лайла Бе Хара Даиш». Буоз проснулся и понял все правильно. Так? Буоз проснулся и понял все правильно. И вот в этом как бы есть рука Всевышнего. То есть так было все подстроено, чтобы у них все сложилось, и чтобы родился Овэб, а потом Давид. Так? Теперь мы придем к тому, а зачем, так сказать, что... А зачем все это было нужно? Зачем... Смотрите, мы читаем книгу Рот. И мы как видим... Ну, в житейской истории ничего больше. Теперь, герои совершенно не образец для подражения. Ни один их поступок, он, так сказать, копировать его нельзя. Кроме того, герои, у них уникальная судьба. Так сказать, мы не можем как бы проецировать себя на них. Учиться от них мы тоже ничего не можем. Ничему не можем. Так зачем вся эта история нам нужна? Мудрецы, так сказать, рассматривают эту историю в контексте кузелитизма и Геора. Но мне кажется, что смысл у этой истории совсем другой. Смысл у всей этой истории – это обоснование генеалогии царя Давида. Как мы, собственно, видим из конца книги Рот. Чем зовут книга Рот? Родился Уэл, потом родился Иша, потом родился Давид. Вот это самое главное, что там есть. Ну, хорошо, а зачем нам это нужно обосновывать? Тут мы идем сейчас в другую область. Я сейчас как бы отвлекаюсь от книги Рот и поговорим о царе Давиде. А потом все совместится. Историю царя Давида мы как бы хорошо знаем. Она написана в книге Шмуэль Алиф и Шмуэль Б. Когда мы читаем эту книгу, Давид перед нами передстает совершенно живым человеком. С его слабостями. У него есть и подвиги, и проколы. И у него есть как бы хорошие поступки, есть плохие поступки. И они там все есть. Про хорошие поступки мы знаем. Про плохие они не замалчиваются. Там есть история, как он перебегал к Филистиблену. Там есть история с Батшевой. Там есть история с Ритску Батая. Все это есть. И это как бы, это один из пунктов. Давид он как бы чуть ли не главный герой Танаха. И то, что он написан совершенно вот как живой человек со всеми его, хочется сказать, не пороками, но, скажем так, неудачными поступками, всеми его достижениями, это один из пунктов, по которому Танах так привлекательен, так отличается от книг других народов. У других народов такого нет. Мы читаем, там, не знаю, Владимир Мономах, там, Карл Двеликий, это сплошь положительные герои. А в этом смысле Танаха книги Шмейля, они уникальны. Нет такого других народов. Ну и что мы можем сказать? Это то, что наша еврейская религия такая? Ответа нет. Потому что у нас есть в книге Хроник, Дебрея и Элими, которая описывает примерно то же самое. Если мы бы отпирались на книги Хроник, и читали, Дебрея и Элими, и читали бы там биографию Давида, это икона, глубочная фигура. Значит, там все его положительные поступки есть, а ни одного отрицательного нету. Все замолчано. То есть все, что можно, как бы, все пункты, по которым Давида можно было критиковать, их там нету. Вот нету все. Единственное, что можно ему поставить в упор в книгах Хроник, это он велел пересчитать народ. Из-за этого был мор. Но без этого нельзя, потому что с этим связано построение храма. Из-за мора Давид поднялся на храмовую гору, увидел там ангела, и это началось. То есть это единственный пункт, которому можно как-то, так сказать, Давида критиковать. То есть, на это получается проблема. То есть в книгах Девраемин Давид – это лубочная фигура, а в книгах Шмуэль – он совершенно реальная фигура, он совершенно реальный человек. То есть фокус тут, как бы, не в религии, фокус тут, почему так получилось? Фокус в истории. И тут я, как бы, приведу объяснение, которое я слышал от Исраиля Финкерштейна, хотя я его очень не люблю и не рекомендую, и не рекламирую. Но слышал все-таки это объяснение от него. Оно говорит вот о чем. Когда были написаны книги Шмуэль, это ранние пророки, они были написаны, судя по всему, во времена царя Йошаялы, или там где-то вперед между Хискиялой и Шаялой. Что-то нам полезно сейчас смотреть на карту. Вернемся к презентации. Да, мы видим. Вот это нам надо. Нам нужно немножко экскурс в историю. Как мы помним, было объединенное царство Давидович Ломо. Закончилось оно где-то в 930 году до нашей эры, и объединенное царство раскололось на северное. Вот синенькое – это северное царство, а желтое – это южное царство. Посмотрим на карту, и мы видим, что северное царство, Шамрон, оно – это большое государство с выходом к морю. Оно граничит с Арамом, с Омоном. Вот Ассирийская империя тут тоже недалеко. А вот южное царство. Выхода к морю у него нет. Граничит оно, в общем, только с Идомом и с Филистином. Вот здесь проходит дорога, главная артерия, дорога из Ассирии в Египте. Северное царство контролирует, а южное царство, оно толком не контролирует. Тут город Лахеш, на этой дороге все. То есть, короче, когда Ассирийцы стали завоевывать весь этот район, они завоевали Северное царство, а южное царство Санхириф пытался завоевать, не получилось и бросили о нем, потому что оно не важно. Это не имело большого значения. Значит, Северное царство, оно закончилось вот в 722 год до нашей эры. Южное царство было еще 200 лет. Но тут важно вот что. Когда было разрушено Северное царство, как мы знаем, что отсюда 10 колен угнали на Северную бассейну. Но было много изгнанников. Изгнанники пошли сюда. И вот это царство было более, Северное царство, более продвинутое, более культурное. И когда изгнанники пришли, наводнили Южное царство, там начался экономический подъем, там началось культурное брожение. И вот в это время были написаны книги ранних пророков. Теперь смотрите, что получается. То есть книгах ранних пророков, они должны были отражать сбалансированный взгляд на еврейскую историю, как с точки зрения Северного царства, так с точки зрения Южного царства. Кто такой царь Давид с точки зрения Южного царства Иуда? Это самый главный царь, самый лучший царь. У него есть контакт со Всевышним. Вот образ Давида для Южного царства. А вот образ Давида для Северного царства. Кто он? Как представляют себя Давида в Северном царстве? Для них он интриган, который свел в могилу весь дом Шаула. То есть А Северный царства Давида не любит. И мы, так сказать, не любят, честно говоря, за дело. То есть как так получилось, что дом Шаула весь изничтожен? Давид к этому приложил руку с помощью разнообразных политических ходов. Поэтому, когда писались книги Шмейля, они должны были совмещать обе точки зрения. Потому что писались, то есть, грубо говоря, они книги Шмейля писались давно. И замолчать все как бы все то, что у Давида могло быть критиковано, было невозможно. а книги Хроник, книги Деврея Мим, они же писались уже после возвращения Завилонского плена. Уже все плохое было забыто. Уже был единый взгляд на Давида, и можно было забыть все плохое. не поставим все. Дальше видно вот что. Что когда писали книги Шмейля, то все факты, которые порочащие Давида, они должны были как-то обработаны. И один из пунктов, по которому можно критиковать Давида, это его происхождение, его генеалогия. Все помнят, что у Давида бабка Мавитянка. Ну ладно, это одна история. А другая история, а кто был отец этого Уведа, помните, вот у нас есть. Вот Рут, вот Боас, вот это та самая ночь на гумне. Может быть Увед был, ребенок был зачат в эту ночь, может быть, то есть ребенок был зачат до брака, кто может поверить, что вот так она пролежала возле него всю ночь, и ничего не было. Наверное, между ними что-то было, она заберевенила, а Боас как порядочный человек на ней родил, на ней женился. Вот так сказали бы злые языки. И, честно говоря, злые языки, много чего есть сказать. Мы помним, кстати, когда было восстание в Шалом, и когда в Шалом сын Давида взял власть, и Давид убегает из Иерусалима, ему на встречу приходит персонаж, которого зовут Шиме-бен-Гера. Этот персонаж злословит Давида, и он долго его злословил. Всю дорогу, пока Давид идет через Иерусалим и Дабахури, ему есть что сказать, и Давид ему не отвечает. И теперь, для чего теперь нужна книга рода? Сейчас мне книга рода нужна для того, чтобы обосновать генеалогию Давида. Она должна показать вот так мне кажется, что дед Давида Овен родился тогда, когда надо. Что он был зачат правильно. Что для этого книги Руд сделано? По всей книге Руд рассыпаны временные метки. Мы знаем, когда что произошло. Вот давайте посмотрим. Вот Науми и Руд вернулись с полей Моавейских, когда пришли в Бэтмлэхен к началу жатвы ячменя. Это песок. Ячменя начинает жать песок. Дальше нам сказано, когда Руд оставался служанками Боза, подбирала колося, пока не кончила жатвы ячменя и жатвы пшеницы. Это желанно своей крови. Вот это подчеркивается, что Боза не пошла. А когда была та самая ночь вот это она была во время если я помню, вот тут мальчик сейчас немножко видите, вот родственник на гноме говорит, что наш босс веет ячмень на гумне. Это значит, что это происходит до шивода во время счетонок. Потому что от Песха до шивода обрабатывают ячмень, а после шивода пшеница вернемся аналогия наша давайте смотреть, что происходит на умерет приходит в Песах жатва ячменя от Песха до шивода это апрель-май объяснение приходит во время жатвы ячменя то есть во время счета омера шивода начинает жатву пшеницы это после это наш конец мая июня и вот тут нам не зря книга Руд отмечает что после ночи на гумне и объяснения с Болзом Руд не перешла к Болзу нам кажется как же он сразу на следующее утро побежал оформлять гурократию там ибу махалица да оформил но свадьбы не было свадьбы была еще долго ведь Руд живет все время жатвы пшеницы до середины лета когда же у них была свадьба так сказать ну мудрецы говорят наверное 17 тому но мы потом поговорим про мудрецов мне кажется что еще позже 15 авгу теперь в книге Руд мы видим вот что после того когда то есть в конце книги Бо засчезает и ребенка воспитывает Наоми обоза нет ни слуха ни духа есть мидраж что он умер в день свадьб после свадьбы то есть время когда был мог быть зачат бонус оно собственно очень короткое время свадьбы теперь когда он родился через 9 месяцев после свадьбы то есть когда между Песхом и Шеволом вот тут мы вспоминаем что есть такая устойчивая традиция что Давид родился умерший Бог про кого мы еще из героев Томаха мы знаем когда он родился эрудитов вспомнят что Муше родился и умер седьмого Адара на этот день вообще-то не отмечаем про остальных персонажей мы вообще не знаем когда они родились про Давида мы знаем Даша Бог ну хорошо а почему какая связь между Давидом и Шеволом ну обычно говорят как же Давид Салмы Таилин Тора Шеволот Матан Тора и так далее но смотрите кто сделал больше для составления Торы Давид или Эзра он говорит как бы второй Муше потом были другие хорошие цари был Ившия был Ившия про них вообще не знаю когда они родились а почему Давид ассоциируется с Шеволом вот тут возникает подозрение что это Увэд родился Шевол а это как бы перешло на Давида а почему так важно что Увэд родился в Шевол а потому что это говорит о том что он был рожден правильно что он был рожден во время свадь если бы Увэд родился раньше чем Шевол это значит что он был как бы зачат на гумне значит он был зачат ну не по правилу это бросает тень на Давида если бы он родился после Шевол это значит что он родился через 10 месяцев после свадьбы это значит что Боз не его отец поэтому сохраняем в народной памяти дату когда родился Увэд это очень важно это значит что это как бы доказательство того что генеалогия Давида правильная вот поэтому у нас книги род рассыпаны так сказать везде указания что когда происходило и вообще вот вся книга род она нужна это как бы наш ответ злым языкам то есть злые языки говорили вы что Давид как бы все у него генеалогия сомнительная и бабка Моавитянка и зачатан было непонятно как и кто его отец и вообще все непонятно вот книга род она для этого и нужна она как бы обеляет предков Давида то хорошо тогда мы про это закончим и перейдем к последней теме как же мудрецы смотрят на книгу род они ее рассматривают как контекст Гиура Руд Моавитянка и как она вроде бы чужая а вроде бы хочет прилепиться к евреям и ей это удается и более того главный герой Танаха родился как бы от нее мудрецы как бы видит основное значение книги род вот свете Гиура то есть вот каждая Гиура Гиара потенциальная вот смотрит как это было и ну в общем мне это объяснение то есть конечно мне это объяснение кажется сомнительным и история то есть и конечно она может служить информацией там эмоциональной для тех кто проходит Диор но в собственном контексте этого ничего нет значит видно примерно вот как когда мы вообще видим что являются Геры мы видим вот вот мы видим это грубо говоря в начале эллинистического периода до этого ничего не слышим и самое главное что когда читаем книги Нахемия и книги книги Эзера хотя они прогоняют чужих жен там и речь не идет о гиберде такая идея как бы в голову не приходит вообще что этого не было с третьей стороны когда мы читаем книгу рот и смотрим как босс к ней относится к рот идея о том что она мавитянка его вообще не волнует никаких проблем у него с этим нет и то что поэтому весь этот дискурс о том мавитяне аммонитяне гирим не гирим они в самом собственном контексте книги рот этого ничего нет это можно использовать как аргумент для но это как бы книга рот дает для этого материал но сама по себе ничего про это не говорит ну хорошо я думаю что можно закончить у меня еще есть рассказ про мавитяна и аммонитяна но я думаю что это уже немножко в сторону давайте закончим поговорим с вопросом господа и дамы у вас есть возможность включить микрофоны и озвучить вопросы таковые есть михаил а если вы говорите что ну вот вам кажется что эта история не оги юре тогда о чем ну в смысле я понимаю что мы конечно обсуждали нет главное в этой истории что овед родился правильно не я поняла я по поводу мудрецов именно понимаете как мудрецы у них подход антиисторический и это обдуманно они что такое исторический подход мы рассматриваем события в их собственном контексте мудрецы никогда не делают они рассматривают эти события как материал для размышления о современных им событиях истории их вообще не интересуют поэтому в чем проблема когда была написана книга Ру считается что она была написана во времена Эзеренхемии это наш как она была написана как бы противовес книгам Эзеренхемии вы помните в этих книгах основной пафос их что нееврейских жен надо прогнать а книга Руд говорит о том не надо прогонять они хорошие и от них может появиться царь Давид это такая гипотеза что эта книга была написана в таком контексте когда мы смотрим в собственном контексте смотрите у Боза нет проблем с Руд мавитян если мы кстати вспомним дальнейшую историю вот был царь Шлуму у него была жена наама аммонитянка у него был сын рахавар тот царь который был после Шлуму никто его не упрекает в том что у него мало аммонитян никаких проблем с этим нет никто это не замалчив это как бы в порядке вещей а во времена мудрецов этот вопрос стал острым поэтому они рассматривают книгу Руд вот в таком контексте про то что кто-то там когда-то проходил Георро как бы нет ничего в помине но иногда надо дистанция чтобы увидеть а смысл сейчас я хочу показать еще учительную цитату из книги Нихэль вот посмотрите книгу Нихэль в тот день читали книгу Муше нашли написан никогда не войдет аммонитянин Моавитяль и вот после этого они выделили всех смешанных из Израиля грубо говоря прогнали всех нееврейских жен то есть они интерпретировали что никаких георов вот так скажем видите так сказать уже во времена Эзра и Нихэмия начинал вопрос стоять остро через 200 лет после Эзра и Нихэмия мы читаем про Шамале Шамале Автальон Мужик Великого Собрания который Дети Гер через 200 лет просто это уже проблема как бы институт Геров был установлен но это самый темный период нашей истории это как бы конец персидского периода начало эллинистического про это так сказать очень мало что знают Михаил можно вопрос да да речь идет о мужчинах Муави и Амони да а не о женщинах поэтому мудрецы как бы большинство приняли решение опять же в пользу Давида когда разбирались с этим да что речь идет о мужчинах мужчине Муавитянину нельзя жениться на еврейке а еврею можно брать Муавитянку в жену так ну я хорошо давайте я сейчас отвечу ладно вернуться так сказать вот к этому слайду сейчас давай это сделаем значит вот у нас книги дворей написано что Муавитянин Муавитянин не войдут в общество Господне за то что не встретили вас с хлебом водой и так далее мудрецы из этого делают вот такой вывод амонитяне Муавитяне с хлебом водой вас не встретили но это кто мог встретить вас с хлебом и водой когда евреи выходили из-за гимна конечно мужчины женщины скромные сидят дома вот мужчины поэтому наказаны а женщины не наказаны поэтому так сказать женщины могут войти поэтому рут Муавитян ничего страшного но то есть грубо говоря мудрецы вот это кусок они столковывают буквально так а книга Нахемия просто цитирует этот кусок из книги дворей но в той же книге дворей на несколько глав раньше написано вот Моше говорил послов послов психонов и говорю пищу продавать мне будешь продавать мне пищу и воду так сказать как делать для меня сыны Исава и Моавитяне за это мы понимаем что ничего этого не было что Моавитяне как раз как раз давали воду хлеб и воду евреям эту фразу понимать буквально невозможно потому что в той же книге написано что Моавитяне давали про аммунитян это нужно посмотреть на карту потому что евреи через ОМОН вообще не проходили поэтому идея о том что аммунитяне должно были евреев встречать она просто не причем потому что евреев там не было у них маршрут не к нам проходил а мудреца это понимает буквально потому что это удобно но на самом деле эту фразу буквально воспринимать нельзя о чем там идет речь это это явно переносный смысл я могу рассказать в чем там поинта но это может быть просто долго ты можешь коротко сказать в чем идея Михаил ну это же бывает государство против на уровне царя а простые люди реагировали так возможно да в общем в книге написано что мавитяне монетяне не встречали евреев хлебом водой и мудрецы считают нужным понимать это буквально хотя в той же книге дворин написано что они да встречали хлебом водой ну мудрецы говорят ах они за это деньги брали ну знаете так сказать вот после этого такие санкции это уже слишком скорее всего было не скорее всего было вот что как мы помним когда евреи пришли за Иорданием они сразились с царем Сихоном это амарийский царь который пришел туда незадолго до евреев и отхватил порядочный кусок от Амуна и Мавы и евреи с Мавом не сражались а вот с этим Сихоном сразились победили и что мавитяне должны были думать что сейчас евреи ихние родные завоеванные земли отдадут обратно тем более что как всем было известно Зайордания это не обетованная земля то есть Всевышний не обещал евреям эту землю а евреи вместо того чтобы отдать мавитянам этот кусок забрали его себе а другой кусок который южнее Роботамон он принадлежал амонитянам ну да царь Сихон отобрал от амонитян так говоря отобрали у Сихона но не вернули обратно амонитян поэтому у амонитян и у мавитян получилась дурацкая ситуация они со временем не воевали но у них на евреев страшный зуб евреи как бы отобрали их территорию но не путем войны и это и вот поэтому они стали строить всякие козни потому что с точки зрения мавитян у евреев позиция двусмысленная они с одной стороны освободители а с другой стороны отхватили кусок честно говоря нам эта ситуация до боли знакомая если мы вспомним Первую мировую войну то евреи были в роли мавитян турки были в роли царя Сихона а англичане были в роли евреев то что получилось турки взяли у евреев обетованную землю пришли англичане турков прогнали а землю кусок отдали евреям а кусок забрали себе и отдали ну и как после этого евреи стали относиться к англичанам ну в общем мы знаем что было вот так же мавитяне относились к евреям а вспомните как англичане это воспринимали мы вас освободили а вы нам тут террор устраиваете так сказать в 30-е годы вот мавитяне тоже самое устраивали евреям так что эта коллизия она переходит из поколения в поколение ответом ну да то есть это не хлеб и вода это территориальные территориальные претензии ну я слышал слышно меня да конечно по-моему равен объяснял этот момент что на уровне царя не оказали милости не разрешили пройти а простые люди помогали евреям и поэтому разница в прочтении текста нет смотрите если мы посмотрим на карту то а нужно или taşили еврея пройти через мав не просили а проходили евреи через мав не проходили почему а дорога идет не через мав дорога шла через через points надо было пройти через сихона надо было пройти А Муав, он же между Мертвым морем, он по ту сторону Мертвого моря. Евреи не проходили через Муав. Понимаете как? Через Омон евреи тоже не проходили. Так что проблемно, кстати, с царем Муава и царем Омона, евреи не разговаривали. Это просто было не нужно. Они разговаривали с царем и дома. А по поводу дома и дома никаких санкций не было. Потому что, когда евреи прошли Буза и Орданию, от и дома ничего не откромсали. Откромсали от бывшего Муава и от бывшего Омона. А почему не случайно Руд и Машех, и царь Давид? Какие-то качества ее? Какой намек здесь? Это же тоже важно понимать. Наметы совершенно ясные. Когда Руд приходит к ночи к Бузу на Бумной и ложит своего ногу, вот так же дочь Лота, это помните, что Руд еще не Лота, она точно такая же. Нет, я имела в виду, можно было взять другую женщину для этого. Не обязательно именно Муавитянку, Руд эту. То, что подчеркиваю, Руд Муавитянка, потому что ее там пра-пра-пра дочка Лота делала то же самое. Или, по крайней мере, внешне это было очень важно. Это как раз понятно. Хотите сказать, что это был тест, как поступит она в этой ситуации похожей? Ну, она не совсем похожей. Муавитянка, вот на уме ей говорит, оденься получше, доведи марафет, иди к мужику на Бумно. Значит, другая бы так не сделала. А Руд Муавитянка сделала, потому что, так сказать, у них нравы такие, что ничего страшного. Нет, смотрите. Тут то, что мудрецы говорят, от того, что сэр Давид такой удачный, не исключено потому, что от того, что у него такая смешанная родословная. Мы знаем, что эти профессионисты говорили, что как бы изрядная доля дерзости, она не помешает. Ну, продолжайте. Михаил, а почему ваша точка зрения так непопулярна? Откуда ты знаешь, что она непопулярна? А откуда ты знаешь, что популярна? В нашей синагоге популярна, в нашей синагоге популярна. Нет, нет, нет. Синагога не очень. Даже нет. Так ты не в синагогу ходишь. Я могу сказать вот в чем фокус. Мудрецы, у них принципиальная позиция, антиисторический подход. Это позиция, это не то, что такую позицию критикуют. Это позиция принципиальная. Это позиция не всех мудрецов? Там тоже есть и вслух, и спорные. Нет, смотрите. Если бы я был в статусе мудрецов, у меня бы тоже была такая позиция. В чем проблема? Если у тебя позиция историческая, это значит, что ты признаешь, что интерпретация меняется, законы меняются и так далее. А вот тут начинается проблема. Нам что важнее, интерпретация или законы? Как только мы допускаем, что законы историчные, что раньше были одни законы, а потом стали другие законы, то установить нормальные законы невозможно. Смотрите, когда мы читаем книги Танаха, мы видим, что законы у них были другие. Мы видим, что они там ездили в субботу на сле, что Авраам ел мясное с молочным, что никакого емки пуры у них не было. Это до времена первых рак. Все это видно невооруженным глазом. Но об этом нельзя сказать, потому что не можешь построить систему законодательства, говорить, что у правдцев были одни законы, а у нас другие законы. Нужно быть большим мудрецом, чтобы это в себе питать. Поэтому мудрецов позиция ясная. Законы, какие были, такие и есть. И только улучшаются со временем. А идея такая, что раньше были другие законы. Так жить нельзя. Так исследователь, так может жить. А по жизни, когда речь идет о лохотах, невозможно. Хотите сказать, что Авраам ел мясное с молочным? Ну, мы же читаем в этом прямом тексте. Но там же понятно, что прошло время, потому что зарезать, это обработать все, это же приготовить. Ну, хорошо. Вы видите, историю с Илишей, когда он родился мальчиком, потом получил солнечный удар, и нужно было... Мальчик как бы... Мальчик умер, и его мать побежала за Илишей, чтобы он вернул ее к жизни. И там все что-нибудь ясно написано, что она, когда оседлала осла, поехала за пророком. А муж ей говорит, а что ты к пророку ездишь? Что сейчас суббота? Еще видно, что она каждую субботу ездит к пророку на след. Ну, и что такого? Тогда это было можно. Это же... Это пикулах нефиш. И нет, не в том... В тот момент не было субботы. Но из речи мужа мы понимаем, что нам нормально по субботам ездили на осле, к этому пророку. Не в тот момент, а до этого. Он удивился, почему она побежала к нему именно? Ну, да. Она удивилась, что ты осла все думаешь, куда ты едешь? Так сказать, к пророку. Так сейчас не суббота. Это значит, что в субботу он нормально ездит в пророку на след. Нет. История с построением храма во времена царя Соломона. Мы отчетливо видим, что Йом-Кипуру там не было и Шмине-Царет там не было. И, кстати, Танах это прекрасно понимает. Поэтому книга-хроник переправляет даты. Книга Девраимин переправляет даты при постоянии храма. А так видно, что не было ни Йом-Кипуру. Книги-Эзера в Микенхеме тоже видно, что не было им. Надо пригласить какого-нибудь равина, дискуссию провести. Нет, смотрите, это все, все не знают. Идея такая, что законы Тора, как мы сегодняшние, это все после второго, это начинается с второго храма. как соблюдали законы Тора в эпоху первого храма, это понять невозможно, потому что у них не было Тора. Об этом мы сами читаем. Когда у них появился цифер Тора? Когда царь Йошияу ее нашел, а до этого не было. Вы помните, он нашел книгу. А до этого книги не было. Как же они там что-то делают? Поэтому, смотрите, мудрецы этот вопрос тщательно обходят и не зря в Гемаре Танах редко. Поэтому в Йошию Танах не учат. Это чревато. Учат Тору и Гемару. А Танах там много чего можно научить. Лучше не нужно. Вот так. Если хотите, я могу поговорить. Махон Мейри, например, учат. Пророков по-любому. Преподают раввины и равзей в мешков, и равзей. ну понятно. Понимаете, как они рассматривают книги Танаха? Их можно рассматривать как волшебные сказки или как реальные события. Матрицы больше любят рассматривать их как волшебные сказки. или пророческие или пророческие видения, которые каждый может толковать как он как бы хочет соответствовать своей идеологии. Ну и говорят, что Тору получаем каждый день, поэтому это понятно, что на расстоянии что-то открывается и понимается и так далее. Но есть основное понимание в иудаизме они просто каждый толкуют как хочет. Ну и что? Хорошо, но мои как бы пять копеек. Как бы Михаил Миша он не значит просто толкует. Показывает некоторую модель схему, приводя некоторые аргументы, приводя примеры из текста. это все-таки не так, как человек сидит и просто говорит, что ему приходит в голову. Если есть другой человек, который готов представить его схему, его модель, просто ее можно обсудить. У меня вопрос на большом... Смотрите, мудрецы, персонажи, они редко рассматривают их как реальных людей. Например, ну они мудрецы обычно рассматривают все это среди мидража. например, мудрецы рассматривают что Боз и Герут это Ивцан. Вы знаете, был такой шофет Ивцан. Почему мудрецы это говорят? Ивцан, про него написано, что он из Бетлыхана. И Боз из Бетлыхана. Поэтому они говорят, вот это один тоже человек. Но мы как бы по тексту нахуй это ведь раз такой. Из этого мидража там есть длинный мидраж, что у этого Ивцана было 30 дочерей, 30 сыновей, а куда же они одевались, потому что Боз в доверие. А говорят, этот Ивцан пригласил гостя Моноха, отца Шемшона, и что-то там было не так, и вот поэтому у него все умерли, и поэтому он является нам добцом Боза. Ну, смотрите, это как бы явный мидраж. Если мы смотрим, читаем книгу, и может, это как бы не скрывает, что это явный мидраж. Если мы просто не предвзято читаем книгу Шухтин, мы хорошо понимаем, что Ивцан из Бетлэхэма, но это не Бетлэхэм Иуда, это Бетлэхэм Зволун. Поэтому мы знаем, что было два Бетлэхэма, два Бетшэмша, две Тимны, нет проблем. То, что он оказался из Бетлэхэма, замечательно, это Бетлэхэм другой Бетлэхэм. Просто, так сказать, так наложено. Поэтому если мы смотрим в контексте, то этот мидраж о том, что Ивцан и Бос одно и то же лицо, он не выдерживает критику. Но мудреца это смотрит как мидраж. А для мидража это нормально. Михаил, а я по поводу Аврама не понял, кашрут и так далее. Это вообще для него нерелевантно, по-моему. Конечно, нерелевантно. Но все-таки там написано, что он ангелов угощал маслом и мясом. Ну и Беседор хорошо имел право, потому что он был без понятия о кашроте, кашрут был введен. Конечно, но все-таки мудрецы чувствуют, что это не совсем удобно. Тот же вопрос был, ходил ли Аврам с кипой, понимаешь? Ну, конечно, нигде не написано, что ходил с кипой, но с другой стороны, ты можешь предположить, что человек к Аврам ходил без кипой, но, конечно, он был в кипе. Не, ну, смотрите, с царем Шлумо... Но это же видение у него было. Не, вот написано, как царь Шлумо строит храм. И построил храм, и строил там праздники и так далее, и отпускил всех народ. Там написано 20, я не помню сейчас наизусть, 23 число там седьмого месяца, и совершенно очевидно, что все разошлись в Шмине Ацерр. И комментаторы так робко говорят, понимают, что так не может быть. Как так может быть? Что же они в праздник путешествовали, вообще никакого праздника не было в Шмине Ацерр. Ну, Раша нам робко говорит, а, наверное, он им разрешил вернуться в Шмине Ацерр, а они на самом деле вернулись на день позже. Ну, это хорошо хорошая мина при плохой игре, потому что проблемы есть. Поэтому книга Хроник просто пишет, что он отпустил на день позже. Вот и все. Просто подтасовывает текст. Михаил, а как вы с таким подходом живете вообще? Михаил, расскажите нам, как вы живете вообще по жизни? Смотрите, одно дело с одной. Я имел ввиду свихание до смеха, не вообще, я имел ввиду религиозный подход. Как-то с наукой понятно, вы не стадали. А как с таким подходом зная, что... Я живу как бы, как сказать, Рошкатар. То есть, что это значит? А, понятно. Нет, идея такая, Тура это как бы, Тура есть то, что написано в книгах, а есть законы. Так? А законы из Тары мы не учим. Законы это то, что на сегодняшний день решили мудрецы. Вот и все. Как мы на сегодняшний день мудрецы решили? Так и мы будем действовать. Я что-то вообще запутался. Сегодня я слышал мысли совершенно обратные, что законы мы учим из Тары, а все остальное мы учим из Тары. из Тары из Тары. Нет, законы из Тары учат мудрецов. Вы говорите, что мы не учим закона из Тары. Нет, мы законы учим от мудрецов, интерпретация Тары в изложении мудрецов. Нет, тогда надо разделить Галаху и законы какие-то особые. Ну, Галаха. То есть, Галаху это то, что принято на сегодняшний день большинство мудрецов. То есть, вы хотите сказать, что мы никаких ни одного закона в Таре нет, и мы их не учим? Сам лично я в законы из Тары учить бы не стал. Вот это я понимаю. Другой вопрос, что вы лично стали. Вы сказали, что в законы из Тары не учат. Я лично законы из Тары учить не могу. Для этого есть гемары, для этого есть, так сказать, целая система. А от того, что Авраам так исполнял законы или иначе, для меня это не указ. Я не могу брать, грубо говоря, так. Я не могу брать примеры с героев Тарах. Это Макубай, да, хорошо. Ну, где учить и что учить? Ну, в принципе, это нормально, по-моему. Ну, послушай, для простых людей есть шелха на руку, и для простых и для вас нужно. Вот, можешь кота от шелха на руку. Да? Ну, надо, но я прошу, как бы, дискуссировать можно бесконечно. Я тоже могу дискуссировать. Я же задал совершенно другой вопрос. Не про шелха на руку. Я спросил, есть законы в Таре или они, их нет? Законы, как раз-таки, даны в Таре. Если я правильно. не в Таре, смотрите, эти законы, они даны как бы конкретным людям. Это конкретные люди, которые были как бы на тот момент. Слиха, а как это, что, пардон, что я перебиваю, Тара дана еврейскому народу. Ну, или конкретному человеку, понятно, что Машетта, там, еще шестой. Понятно, но, смотрите, Тара должна была быть хорошо, понятно, современнее. Она была написана в первую очередь для современников, и для них она должна быть хорошо понятна. Там не может быть вещей, так сказать, как запустить компьютер, потому что тогда это было неактуально. Нет, но об этом речь не идет. Нет, ну, написано, что Тара дана на века, на вечную еврейскому народу. Понятно, но в первую очередь она должна быть современникам. Только, только современникам. Нет, в первую очередь. Она должна быть понятна современникам. Современник должен там понимать все. Это неревантный вопрос. Понятно-непонятно. Она может и сегодня кому-то непонятно. Я думаю, что не всем она понятна. Вопрос понятия другое. Вопрос, кому она дана? Вы говорите, что она была дана современникам. Нет, нет. Она как бы... Или вы говорите о языке, о языке, на котором она написана. Она сформулирована так, чтобы ее могли понять современники. Другой вопрос. Есть куча вещей. Тебе часто приходилось брать раба и прокалывать ему ухо шилом у косяка. Но мне не часто приходилось. Подробно описывается, как это делается. А, например, обрезание, обрезание я по жизни, как бы не я, а шале, три раза делал. Нигде не написано, как делать обрезание. Вот те реальные примеры. А ухо, ухо рабу я не прокалывал. Надеюсь, что... Ну, если ты заметил, я опять же спросил, то не об этом совершенно. Старик, ну, у нас как бы диалог. Окей, господа, давайте. У нас тут некоторый между собой образовался, три человека. Замечательно. Четыре, четыре, четыре. Четыре, да. Окей, Бессадр Гамур, Таня Слиха. У нас как бы Израиль, Украина. Вот так как бы географически случилось. Давайте как бы подведем некоторую черту. Я лично считаю, что как бы лекции Миши и Михаэля, они чрезвычайно важны, потому что они дают некоторую затравку видения. Миша – религиозный человек. Это не библейская критика. Это не как бы, не знаю, занимательная история. Некоторые модели очень интересные. Человек, который реально воплощает в своей жизни. Окей, подводим на эту как бы некоторую черту. Хорошо. Кто-то хочет что-то сказать? Короткое, по делу. Интерпретация и гимпетация, а Галаха – Галахой. Хорошо, Миша, это мы услышали. Бессадр Гамур, Таня. Да? Ну, вы что-то забыли про устную тару. Это ж тара, вы все время тара думаете про письменную. А устная она раньше была, а потом записана. Хорошо. Ханарух написал конкретный человек, все-таки, понимаешь, который не присутствовал при сенальском откровении. Я не раввин, я не толкователь, я вообще никто. Тем не менее, как бы это понятно. Ну, передавалась на цепочки. Я что-то не понял, Тань. Ты сказала, устная тара была раньше письменной? Конечно. Почитай, я тебе пришлю этот сын. Нет, пардон, пардон. Да, там на что? И что? И что? Нет, ну вы слово тара называете, а подразумеваете письменное в своей дискуссии. Все вместе. А, потому что устная тара – это не так, а не так, не так. Почему? Почему ты думаешь, я так подозреваю? Я не подозреваю. Во-первых, сначала была дана письменная тара. Окей, что такое скрижание? Они потом были даны. Сперва он все выслушал, потом объяснял. Окей. Все. Что еще хотел сказать? Михаил, мне кажется, было бы интересно дискуссию вашу с Равином, например, Альгеном. С настоящим человеком. Была бы интересная дискуссия тебя с настоящим человеком, с Равином, например. Я такого не говорила. Нет, ну хорошо, я смеюсь. Ну хорошо, давайте, пожалуйста. Найди Равина, который готов с нами беседовать. Ну, Рав Йона или Рав Зеев Рубинс. Наши Равины. Хорошо. Чего там далеко? Пожалуйста. Рав Йону. Доступные которые для людей. Нет проблем. Нет проблем. Рав Йону ты берешь на себя. Рав Зеева Рубинса я беру на себя. И мы спрашиваем у них возможности. Ой, давай лучше наоборот. Нет? Нет, наоборот не надо. Это наши как бы эти самые. Ну ладно. А Михаил согласен? Да, надо еще Михаила спросить. Сада. Он еще из нашей синагоги. Вот есть наш замечательный Рав. Рав Яша Беленький. Яков Беленький. Можно у него тоже спросить? Он как бы присутствует в синагоге. Или Мейра Левина. Ну, Мейра Левина не Равина. Это как бы... Ну и что? Пиши Голосковский как бы в другой ипостаси на самом деле. Окей. Ну хорошо. Мы как бы обсудим этот вопрос. Только Михаил так и не ответил. Он как-то задумался. Миш, ты готов с Равинами беседовать? Нет. Сейчас. Я представляю себе это вот как. У Равина в голове держится как бы Фура вместе с Медрашем. То есть Равина очень редко воспринимает цару исторически в том смысле, что они не видят там реальных людей. То есть, для них это какие-то эпические герои. Или типа герои волшебных сказок. И им довольно трудно разделить как бы реальные события от Медраша. Например, у них Медраш очень прочно объявился кровью. А в Писемной Торе Медраша почти нет. И там события описаны более-менее реалистические. И вот как это совместить? Ну, как бы... Ну, Равюна всегда говорит, что он человек простой. Читает то, что видит. Без всяких там придумываний. Хорошо. Но мы сейчас говорим за как бы Равюна. Миш, если есть принципиальное согласие провести... Принципиальное есть, но... Не, но проблемы. Ну, хорошо. Тогда мы обозначим как бы наши фронтиры, где у нас границы. Например, подходы или к толкованию Торы. 70 ликов Торы. Что это означает? Предложим тебе, предложим согласившимся Равину Равином. И проведем мы наши замечательные дискуссии. Не, ну, я могу в качестве тракта сказать примерно вот так. Ну, посмотрим, скажем, в книге Дворе им нет Рошашана. В книге Борешит, в книге Шмот тоже нет Рошашана. Так? Там Шминяцерфон тоже нету. Ёмкипуры там нету. В книге Дворе им. Вот, так сказать, как это можно объяснить? Я пытался говорить с Равами. Значит, идея о том, что во времена первого храма не было Ёмкипуры, встречается совершенно в штыки. Хотя с Равами Дворе им мы понимаем, что его не было. Там нет ни Рошашана, ни Ромкипуры. Миш, вопросы понятные. Послушай, ну мы сейчас как бы... Внятного ответа от Рыбанина. Окей. Ну, Патерина, они не присутствуют сейчас с нами. Мы с тобой... Кто-то согласен, кто-то не согласен. Но для того, чтобы услышать вторую сторону, либо какую-то составляющую, надо реально, чтобы она присутствовала. Мы все услышали твои вопросы. Мы все поняли. Давай пригласим как бы вторую сторону, вторую часть. Ну, отлично, все договорились. Все согласны. Окей, замечательно. Главное продвижение – динамика. Вот есть некоторый известный человек, который считает, что библейская динамика – это главное направление нашей жизни. Мы с ним соглашаемся. Окей. Я как бы творчески воспринимаю эту библейскую динамику. Ну вот, все, замечательно. Будем двигаться дальше. Окей, хорошо. Мы на этом заканчиваем. Говорим спасибо всем участникам. И будем дальше продвигаться и думать о наших новых, как бы, мезгород, рамках. И поздравляем Михаила со свадьбой сына. А, да. По-моему, племянница была. Нет, это была племянница, где я исполнял роль родителей с обеих сторон. Поскольку все в карантине. Ну, все равно поздравляем. Потряс. Поздравляем. Я, конечно, родители, но родители племянницы.